Во Владивостоке прошел форум «Живем в Приморье, решаем вместе», посвященный развитию территориального самоуправления и планам работы на текущий год. Губернатор края Олег Кожемяка поблагодарил активистов за участие в процессе преображения городов и поселков. И, безусловно, это говорит о все возрастающем количестве людей, которые так или иначе работают на украшение своего города, которые заинтересованы тем, чтобы наши города и поселки, дворы с каждым годом преображались. Преображались своими руками, потому что никому, кроме вам, не виднее, что нужно сделать. И мы видим, что те программы, которые мы массово и активно начали в прошлом году, получили огромную поддержку и заинтересованность среди всех жителей края, среди всех районов, среди городов. И, безусловно, это радует нас. Это, конечно, большой вызов в финансовом вопросе. Я могу сказать, что если у нас было порядка 140 ТОСов и 37 инициативных групп, то сейчас 475 заявилось территорией общественного самоуправления на эти цели. 170 инициативных групп, то есть рост в 6 раз. В торжественной обстановке Олег Кожемяков вручил благодарственные письма губернатора Приморского края активистам самых эффективных ТОС по итогам прошлого года. Также в рамках форума прошла дискуссия опыт реализации проектов в 2023 году и развития ТОС в ближайшие 5 лет, во время которой активисты поделились опытом участия в конкурсе грантов. Напомним, ранее в Приморье стартовал конкурс грантов для территориальных общественных самоуправлений и инициативных групп граждан. Прием документов продлится по 16 февраля. Жители края могут выиграть до полутора миллиона рублей на решение вопросов местного значения, к примеру, благоустройство придомовой территории, установку детской или спортивной площадки. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, Новости на Восьмом.